И мама Это коробка, у меня такая нормальная коробка на все случаи жизни. Еще не было такого заезда, чтобы вот ничего совершенно из этой коробки мне не пригодилось. Чаще всего пригождается один и тот же препарат. Так было и в этот раз. Мы приехали в первый же день, накупались, наплескались, нахлебались воды. И мы и дети, потому что все нанырялись, соскучились мы по морю очень. И вечером у всех прихватил желудок. Может это и не вода из моря, может это просто смена воды, смена пищи, я не знаю. Но особенно досталось детям, особенно Коле. Конечно же, я была готова, у меня с собой всегда эссорбент, и это всегда атаксил. Потому что это препарат с проверенным действием. Ну вы знаете его, это я никому в Америке не открою, смотрите. Ну я уверена, что у 99% из вас этот препарат есть в аптечке. Это проверенное лекарственное средство, с кучей клинических исследований. Оно предсказуемое, это хороший бренд. И оно действительно работает. Я всем приготовила, всем раздала, потом еще раз. И на утро все было нормально. Но мы с ним и поехали в аптеку, чтобы пополнить запас. Потому что я исчерпала все, что взяла с собой. И вот там-то я и удивилась. Оказывается, у этого средства аптечные сети предлагают массу аналогов. Не аналоги, это БАДы с недоказанной эффективностью. Аптеки чаще всего их готовят сами. Они поднимают так свои продажи. Они, я их понимаю с одной стороны, но с другой стороны не поддерживают. Потому что БАДы не проходят такие клинические исследования. И вы не можете предсказать, как будет действовать он на организм. Если с атаксилом, все понятно. Это диоксид кремния, очень мелкий. Он в кишечнике сразу же абсорбирует. То есть вбирает в себя токсины, микробы и так далее. Даже аллергены. А вот как будет действовать БАД, кто его знает. Поэтому не рискуйте здоровьем детей, пожалуйста. Вас будут очень уговаривать, будут обрабатывать, будут говорить, что это все то же самое. Да берите, да пожалуйста. Мы покивали гривы, поулыбали, сказали спасибо большое. Дайте нам, пожалуйста, атаксил. И можно еще и в стиках, и можно еще порошок. Потому что порошок бывает разный. Кстати, хотела показать бутылочку. Вот такой вы брали когда-то. Очень удобный для взрослых. Наливаете воду. Взболтали и нормально. С порошками все понятно. Только будьте аккуратны, когда будете готовить. Эти порошки, они очень и очень летучие. То есть надо очень аккуратненько высыпать, аккуратненько перемешивать. Дети у нас в порошке не хотят. Мы покупаем им стики. Они сладенькие, приятные, нормальные. Они все это выпивают. Всем полегчало. И действительно все помогло. Но тут главный посыл этого всего моего опуса. Не ведитесь на рассказы аптекарей, которые иногда действуют в интересах своих. Сетей. Покупайте только проверенные лекарства. Не рискуйте здоровьем и не рискуйте детьми. Ну и конечно же, ребятки, все же. Мы все оптимисты. Мы верим, что вот мы едем отдыхать. Мы оставляем дома все проблемы. С нами будет все прекрасно. И все будет хорошо. Да, пусть так и будет. Но лучше у вас будет аптечка, которую вы не откроете за весь отпуск. Но вы будете спокойны, что если вдруг что, вы можете решить любую проблемку, обработать любую ранку, сбить температуру и так далее. Ну то есть, особенно если с вами есть детки. Будьте обязательно здоровы. И пусть ничего не омрачит ваш отпуск. И тут я почувствовала, как-то очень болит у меня локоть. Я как посмотрела на него в зеркало, он весь распухший, красный и горячий. Я вообще не понимала, что это. Сбросила врачу фотографии. Он приписал мне лечение, но сказал, что скорее всего мне нужно завтра ехать в больницу. Бежу я за столом, монтирую. Дима уехал, приедет через неделю. Я успею что-то перестирать, что-то сложить в стирку. Поубираю, сделаю влажную уборку перед приездом. Пока котенка не забрали, я хоть покайфую. Боже, как давно я такого не делала. Понимаете, на мне лежит котик. Он что-то там во сне сисю засал, бежал куда-то. Такой хороший. Еще два котеночка у нас осталось, надо их кому-то отдать. Так жаль, если они пропадут в селе. Очень красивая. Усю-бусю. Он что-то там мурчит еще. Конечно. Я сейчас вам покажу, как моя дочь издевается над котенком. Симба-король. Вот идеальный король. Просто защитник идеальный. Подожди, подожди, он вырастет, там будет видно. Как положишь, так и лежит. Гениальный. Обожаю таких котиков. Вот так вот лежит. Лежит. Хорошко. Идемте, сходим на берег. Ой, какая красивая картинка. Прям как с картинки. Я вам покажу купание, нет, не красного коня, а собаки лоры. Игорь лору балует. Хозяева лоры уехали в санаторий. А собаке надо гулять, ей надо хотеть, это большая собака. Ее надо выбегивать. Игорь берет ее на шлейку и ведет ее на речку. Она не так, как бы это сказать, нет, она никогда не была на речке. С Игорем это буквально вот первые разы. Сейчас покажу, как собака наша купается. Игорь как раз по дороге его водил, вот мы встретились тут. Ух, собачура. Собачура счастливая, довольная. Пойдем в речку ее бросать. Бросать собаку в речку. Пошла. Собака. Радости. Какая дурилка. Что делает? Наблюдая за лорой, я почувствовала, как же сильно у меня болит локоть. Я не могла даже камеру держать нормально. Держала ее практически двумя руками. И поняла, что скорее всего врач прав. Видимо, это все-таки гнойный бурсит. И мне нужно ехать в больницу. И не исключена операция. Я позвонила друзьям и договорилась, что они отвезут меня в белую церковь, в госпиталь, как только смогут. Настя не может никак отпустить котенка. Еще и яйка. Ноготь. За котенком сегодня приедут хозяева. И дети у него носят. И обнимают, и выцеловывают. Все самые любимые котенки. Я его вытащу, потому что он там сидит. Я его посвятила. Хорошенький. Такой замечательный. У нас еще два котенка на выданье. Смотри, какая красивая с ними, мама. Розовенький и розовенько-белый. Слушай, когда она успела стать красной? Вот этого. Я вижу, очень красиво. Все, пошли быстренько купим шуток чаю. Хорошо. Наша птищица приедет с мужем и ребеночком. А, птищица. Да? Это круто. Смотри, какая ты замурзанная. Это круто. Мне дочь. А ты с нами идешь? Да. Пошли. Помните мультик про птичек? Оля говорит, остановитесь, дайте мне посмотреть. Стоят, смотрят. Милая, это стая. Это стая. Карточкой? Угу. Гляньте на эту красоту. Через 30 минут за этим рыжиком приедет хозяйка. И это замечательно. Он будет жить в Киеве. Его будут любить, холить и лелеять. Я надеюсь, что у него все служится замечательно. Еще не нашлись хозяева для наших двух еще котяток. Такой красивый этот розово-мраморный. Очень хочется, чтобы и ему нашлись хозяева хорошие. А рыжику уже повезло. Сейчас мы встретимся. Хозяйка, которая написала мне в Инстаграм. Думаю, что это моя подписчица. Что бы я иначе мне в Инстаграм писать, правда? Сейчас познакомлю вас с ней, если она будет не против. Малыш. По-моему, они его назвали Кузя, но это еще не точно. Завтра он уже поедет к ветеринару. Его осмотрят, его покупают, он станет другого цвета. Ему выведут блошек, листиков, если такие есть. Пусть сделают с ним, что хотят. А бы он был счастлив и доволен. А мы тоже очень довольны. У нас, кстати, сегодня, то, что меня очень расстраивает, это не слышно, не видно на видео, у нас построили огромный завод. Завод по переработке спирта. И походу там какая-то вот эта брага, которую делают, она очень и очень плохо пахнет. И нам иногда ветром приносит этот запах. Вот в такие дни я хочу вернуться домой, в Киев. А потом просыпаешься и нету запаха, и уже хорошо. Но сегодня как для гостей, знаете, как нарочно. Хочешь в туалет? Что ты кричишь? Все такое, все такое. Дем я тебя свожу в туалет, у него есть своя карпочка. Так что, ну ничего, пусть гости нас уже простят за наше ароматное село. Напою их чаем и поеду дальше. Не доехали хозяева за котом. Я подозреваю, что они заблудились. Потому что у нас тут такие чекиря, это надо знать. И по-моему, сел телефон, потому что поза зону. А у нас тут капец. Куда ты лезешь? Чудовище, залезь обратно. Лезь. О, Господи. Лезь обратно. Смотри, вот так вот. Я не могу его взять в спальню. Я его не могу выпустить уже на улицу, все уже 11 часов. Малыш. Возьми его на ручки. Уже даже не знаю, что делать. Мы его пытаемся закрыть в коробочке, а он орет и вылазит отовсюду. Из любой щели. Он орет и он на день обижен. Он очень обижен. Малыш, мы не можем с тобой взять тебя в кровать, потому что у нас папка там задохнется. Сразу успокоился. Ну что делать? И мурчит сразу. Я не знаю, что делать, Настя. Мы его на улицу не можем выпустить. В воду утра там собаки сожрут, пошелуру выпускают на ночь. Это просто смерть ей абсолютно подобно. К себе в кровать, Настя, не могу взять. Я не могу к себе. Я вот так вот сплю. Я знаю, ты его просто раздавишь во сне. Что делать будем? Надо как-то его туда в клеточку. Может он смирится с тем, что ему придется, не? Ну что ж такое? Он мручит. Послушай. Малыш. Я надеюсь, что он уже поедет к хозяевам, а он, понимаешь, у нас тут сидит. Маленький. Маленький. Тюрьма для кота. Коробка. В ящике. Сверху тяжелым привалили. И мы не можем его взять в кровать, потому что Дима приедет и задохнет. Дима аллергия. Капец. И нам надо его додержать до утра. Блин. А я сторожу уже полночи, смотрю себе на Руто. А он вылазит. Вот мама ставила на его тюрьму, он такой... Хедж и вылазит. Такой сильный, хитрый малыш. Я вот сижу-сижу, где-то в час... Видишь, что делается? Ходина находится. У него вот тут застряла голова и лапы. И он вот так... В общем, малыш, прости, пожалуйста. У него там есть водичка, ему мягенько все постелило. Он покушал перед тем, как мы его забрали. Очень надеюсь, что он до утра нас дождется. Но на улице его разорвут собаки. А выпустить его в комнату? Не могу. Пап сцекает, пап, какивает мне всю комнату. Но это факт. И вонище здесь будет такое, которое ты просто не выйдешь ничем. Уже харик мне здесь пометил территорию. Я уже почувствовала запах. Вроде я люблю котов, но иногда они меня ужасно воздражают. Но малыша жалко. Странно, что хозяева не приехали. Сложно. Геморр нам, конечно, но всю ночь. Вот мы думали, валенок, валенок. Ага, фиг там. Очень настырный, очень сильный, хитрый котеныш. Надеюсь, он сейчас устанет и заснет. Смотрите, 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 что делается. Смотрите, что делается. Он утюг поднял и вылез. Посмотрите на лицо это, драматично. Ой, золотой. У меня есть один план, что когда он будет крепко спать, я открою эту крышку, положу. Да, конечно. Когда у тебя будут дети, попробуешь так же переложить. Ой, он крепко спит, я его сейчас переложу. Удачи тебе желаю. Это твоя тема была. Вот Коля перекладываемый до сих пор. Этот, я не знаю. Опять вылез. Он от меня трется и мурчит, и мяучит. Клачет и трется. Прям как будто мог говорить, сказал бы, не закрывайте, пожалуйста, не закрывайте меня, мне не нравится. Масенький котичек. Он трется от меня, он пытается сказать, ну не надо, ну не надо. Сразу только я его прислонила к шею на чем-нибудь. Да. Не знаю, или слышно. Он мурчит. У него очень драматичный и грустный взгляд. Садись ко мне, малыш. Сейчас что-то будем придумать, потом расскажу вам, что мы придумали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!